Ну что, друзья, новые кейсики, это всегда интересно, а еще интереснее выбить оттуда что-то прикольное. Я всех приветствую, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новую серию открытий кейсов в CSGO. И знаете, друзья, сказать вам честно, я еще не отошел от предыдущего открытия, когда я потратил... Я даже не хочу называть эту сумму, потому что мне сейчас опять станет не по себе. В общем, очень крупную сумму на открытие Браво кейсов и кейсов оружейной коллекции первого тиража. Я не хочу это вспоминать и, возможно, теперь, я случайно тут уже все, у меня уже руки, блядь, какие-то движения делают, потому что я реально взволнован. В общем, друзья, я купил 20 новых кейсов, которые вышли позавчера, это Snakebite кейс, то есть новая коллекция. Я, конечно, специально выждал сутки хотя бы, потому что, когда вышли эти кейсы, они стоили, естественно, там по 3000 рублей. Сейчас я потратил все равно много, один кейс стоит 560 рублей, что как бы немало. И все-таки хочу попробовать, друзья. 20 кейсов, я надеюсь, что хотя бы розовые, а может быть и красные, а может быть даже перчатки выпадут. И все, что я хотел бы сделать перед тем, как я открою первый кейс из 20, это, конечно же, пожелать всем приятного аппетита кушать, всем приятнейшего просмотра. И, друзья, я очень сильно надеюсь, что вы уже поддержали эту серию лайком, потому что, ну, быть может, это все-таки как-то работает. И вот сейчас вот царский лайк на нужное место ставится, а я открываю кейс и выбиваю что-то хорошее. Ну, а вдруг? Ну, а вдруг? Много очень интересных скинов, действительно, даже среди синих. Ну, так кажется всегда, когда выходит новая коллекция, что даже среди синих есть что-то интересное, но потом все это забывается, потому что кейс теряет свою актуальность и уже не так хорошо выглядит вся эта синька. Я, конечно, безумно, мне вот понравился Юсп, он прям очень крутой, он еще и так переливается, перламутровый какой-то такой красненький, весь такой золотистый. М-ка, безусловно, очень такая ядерная, какая-то кислотная, смотрится, хотя она какую-то напоминает, я не помню, как она называется, там немножко другие цвета, но что-то похожее есть. Галил какой-то тоже сумасшедший получился, я не знаю, просто возвращение в 2007 год. Перчатки, по-моему, остались старые, если я не ошибаюсь, но это не точно. Ну, вообще, в общем, тут, вообще, вообще, и в общем, много чего действительно, ну, так скажем, красивого, именно с точки зрения внешнего вида. И, если не обращать внимания, опять же, что падает, как обычно, синева. Блядь, ну, если я, конечно, сегодня что-то выбью, это будет прям очень хорошо, потому что сейчас, конечно, все эти пушки, даже синие, что-то стоят. И хотелось бы фиолетовое, фиолетовое Пи-250, которое называется Сайбершелл, ну, такой, как бы, простенький, но, быть может, кому-то зайдет. Вот, честно, мне не особо он понравился, ну, как бы, ничего в нем, для себя в нем я ничего красивого не вижу. Я увидел бы красивое в любом розовом, в любом красном, ну, опять же, М249, который, скорее всего, сейчас является самым дешевым скином, потому что, ну, вообще, он, во-первых, простенький, во-вторых, как бы, это М249, которая и так никому не нужна. Так себе ситуация, я попробую отвернуться, друзья. Если что-то там розовое-красное пролетит, пожалуйста, напишите тайм-код, чтобы я потом сплакнул. Сайбершелл. Не знаю, почему он меня преследует, два фиолетовых, одно послеполевых, другое тоже послеполевых. Так, первый ключ, последний кейс, и я хочу М-ку, или Юспик. Вот, для успокоения меня, чтобы я реально вот сейчас вот, ну, был перерыв, я сделал перерыв, я думал, что я вообще очень нескоро вернусь. Ну, вышла новая коллекция, конечно, я не удержался, я хочу что-то, хотя бы... Сейчас как переведут эту коллекцию? Снейкбайт. Типа укус змеи, блядь, или как это вообще? Так, коллаж, кстати, фиолетовый-то, он может что-то стоить, хоть он и выглядит так себе, если честно, ну, как бы, не знаю. Слейт. Ну, такой, как бы, такой, ну, максимально простой, просто максимальнейший простой коллаж. Черного цвета, такой, с элементами, как будто он такой даже матовый. Ну, может быть, может быть, не знаю, не знаю. В любом случае, он должен что-то стоить, но падает полнейшее говнище. Ой, блядь, ничего не меняется, короче. Потру перчатки вот так вот, вот так вот немножечко, и попробую сейчас, попробую сейчас их выбить. Сколько бы я не охотился за перчатками в последнее время, они мне отказываются падать. Очередной пулемет, Негиф Деф Текстур. Необычное название, яркий, оранжевый, но, правда, качество, судя по всему... А, после при выходе он закаленный, он прям какой-то совсем потертый. Так, я, конечно, буду верить до последнего, но по-другому здесь быть не может, когда я открывал там Браво всяких... Ну, блин, ну тут хотя бы фиолетовое, чтобы потом уже как-то на крафт это все пошло. Ну, нет, нет, что-то как-то все совсем плохо, и, конечно, я нахожусь сейчас в приличном минусе. Хоть даже и синька что-то стоит, если ее сразу сливать. Блядь, это просто провал. Я не знаю, может быть, конечно, что-то пролетало красное, ну, когда отворачивался. Попробую отвернуться еще раз. Я, я бы очень сильно удивился, если именно в момент, когда я отвернусь, выпадет какой-нибудь статтрек Юспик. Этот блок меня преследует, потому что, чтобы вы понимали, он выпал уже раз, два, три, четыре, пять, шесть раз. Ну, так, как бы, как бы, вот самое такое, видимо, выпадающее для меня оружие. Пожалуйста, ну, розовое, ну, хотя бы для приличия-то какого-то. Ну, какой нахуй юмп? Ну, 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 он выглядит даже так себе, я не понимаю. Вот, на самом деле, я очень, ну, всегда задумываюсь, как выбираются эти скины, которые именно, ну, синие, армейского качества. То есть, он же, они, они все практически выглядят, ну, как бы, ну, ну, так. И, как бы, нужно выбрать среди, ну, так выглядящих, выглядящих, блядь, я, короче, как обычно хотел спросить. О, кстати, прикольный. Хэви метал. Бля, что-то в нем есть. Он так, вот это мне нравится. Я, кстати, даже не обратил на нее внимания. Вот это прям синее, реально крутое. Вот, мне кажется, если бы такое какое-нибудь было... АВП, прикиньте, такая, если бы была бы. Мне кажется, она бы очень пользовалась спросом большим. Фиолетовая. Это максимум, что меня сегодня ждет. И то очень все скучно, очень все непонятно. И, похоже, в очередной раз я проебал кругленькую сумму. Не такую кругленькую, как с Браво Кейсом. Бля, вот это прям топчик. Прям хэви метал, прям заебись, реально. Вот, мне кажется, эта коллекция дальше... Ну, в смысле, не коллекция, а этот скин потом перекочует... Кочевники на какие-то другие пушки, более, так скажем, популярные. Их даже дигл, фиолетовый, опять хэви метал. Все, я сказал, что мне понравился этот скин, теперь он мне будет падать. Ой, блядь. Полный пиздец. Все как обычно, все в лучших традициях. Я сейчас не удержусь, еще пятерочку там докуплю. Не знаю зачем, но... Блядь, я, если честно, думал, что хотя бы, ну, розовая действительно как-то вот, ну, как-то там... Как-то ко мне вот так вот зайдет в гости, скажем так, но... Но оно пролетает, и то очень редко, вообще очень редко пролетает розовая, блядь. В этом кейсе. Просто очень редко. Все только фиолетовое и синее. Ярких цветов вообще не видно. Во, где розовая? Где розовая? Ни одного розового не пролетело. Мдаааа. А вот, собственно говоря, и все. А вот и 20 кейсов позади. Но, конечно, я неугомонный. Поэтому, друзья, давайте еще 10. Пусть будет 30-очка. Я все-таки верю. Ну, должно сейчас что-то ебнуться. Ну, хотя бы розовая статтрека, она может стоить бабок, реально. Еще 10 докупаю. Ну что, друзья, еще 10. И, собственно говоря, я не хочу на это смотреть. Я просто отвернусь сейчас на три кейса. Вот реально. Вот-вот. Пусть этот и еще два я даже не хочу смотреть. Heavy Metal. Ну все, она теперь и будет падать мне. Она теперь и будет падать мне, потому что я сказал, что она мне нравится. Но это не значит, что мне нужна куча синьки. Это далеко не значит вот именно это. Может, там реально красная хотя бы пролетела? Я не знаю. Я уже на что рассчитывать. Блин, такой звук был, как будто ебнуться не встать там, блядь. Я не знаю, перчатки упали. Серьезно. Кстати, кстати. Button mesher. А-а-а. Фига себе. Типа кнопки. Ничего так. Ну, что-то как-то в этом-то вот, ну, нормально. Ну, правда, опять же, конечно, он ничего не стоит. Ну, сейчас, может, еще что-то стоит, но так себе. Потому что фиолетовое. В общей сложности сколько? Три фиолетовых или четыре я выловил? Что-то такое, да? Так, последний, когда я отворачиваюсь и... Блядь. Все, мне уже не нравится этот глок. Уже я не знаю, как к нему относиться. Потому что он слишком много раз упал. Что-то розовое пролетело. Может быть, когда я отворачивался, пролетело что-то красное. Я не знаю. Так я вот своим взглядом, так скажем, не видел этого. И, блядь. Ну, почему так? Ну, почему 30 кейсов и ни одного? Ну, хотя, я говорю, я не хочу уже красное. Ну, типа, нет, я хочу красное, но я уже не рассчитываю на него. Я рассчитываю просто на розовое. Даже не статтрек. Просто вот, ну, ради приличия, как говорится. Что происходит? Это мне напоминает вот этот сломанный ебучий клык, из которого я открыл кейсов 700 за все время. И не выловил ничего. Одно красное, может быть, или два раза красное. Но это полная хуйня за 700 кейсов. По-моему, проклятие сломанного клыка перешло ко мне теперь уже на Snakebite кейс. Статтрек. По-моему, первая статтрек, что ли, упала? Да ну нахуй! Я даже... Первая ебаная статтрек синяя упала! Первая статтрек синяя упала! Пиздец. Не, ну это вообще финиш полный. Два кейса остается, и... Блядь, это вообще трэш. Конкретный причем. Последний кейс. Естественно, никаких надежд уже. Вообще, я не верю, что здесь что-то будет. Это будет синька. Это будет глок ебаный. Это будет глок. Это будет, блядь, глок. Вот реально. Блядь, хэви метал. Ладно, хотя бы так. Ну что я могу сказать? А я знаю, что я сделаю. Я сейчас куплю решающий момент, один ключ и призм. Ну так, чисто для разнообразия. И сейчас оттуда что-то выпадет. А это значит, что, скорее всего, если я буду в дальнейшем открывать Snakebite, то мне оттуда ничего не выпадет. Ну попробую. Просто ради интереса. А вдруг, ну уже что-то как-то себя успокоит? Потому что, ну, блядь, так не может быть. Ну, новая коллекция. Ну как так-то, блядь, а? В общем, друзья, давайте сразу договоримся. 25 тысяч лайков набирается на этой серии. И я как бы попробую еще 30-очку открыть. Как раз там пройдет какое-то время. Пару-тройку дней. Может быть больше. А может быть вообще не наберутся столько лайков. Ну. Ладно. Сейчас, еще два кейса. Ну, естественно, это какая-то глупая надежда сейчас. Но, типа, из этих я жду только перчатки. Само собой. То есть, вот, из решающего момента мне нужны только лишь перчатки. Понятно. Понятненько. И призма 2, из которого выпадет, конечно же, синька. Блин, это очень жестко, на самом деле. Ну, я не понимаю, зачем такой какой-то, какой-то невероятно низкий шанс, чтобы выпало что-то нормальное. Ну, просто пиздец. Просто реально синяя коллекция. Называется челлендж найди хотя бы фиолетовый. Оно, конечно, тут есть, но оно настолько в мизерных количествах, что он сливается просто с синим, это, короче, провал. Это провал. Друзья, ну, попробовал. Попробовал, конечно, можно было еще подождать и еще по более низкой цене купить кейсы, но решил, вот, не сдержался. Не сдержался. Хорошо, чтобы, блядь, хоть в первый день успокоился и не стал по 2000 покупать эти кейсы. Я бы вообще охренел сейчас. Но я бы, конечно, такое количество-то не открыл бы. Открыл бы, там, не знаю, 10 штук. И то. Но это было бы, конечно, вообще пиздец. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.